Достигай Израиль и весь мир. Да благословит вас Бог и шалом хаварим, что значит друзья на иврите. И еще раз говорю, да благословит вас Бог. Меня зовут Равин Шнайдер, это особенный выпуск программы. Я назвал его «Нужно ли вам или кому-то из ваших знакомых чудо?». Я хочу взять вас с собой в две африканские страны, и там я покажу вам два удивительнейших чуда, которые я видел за всю свою жизнь. Если Бог есть, то чудеса реальны. Он Бог чудес. И каждый, кто верит, что Бог есть, а в глубине души каждый знает, что Бог есть, поскольку это в природе Божьей чудеса действительно происходят. Первое чудо, которое я покажу вам сегодня, произошло с 15-летним парнем. Он от рождения не произнес ни одного слова. Его сестра подтвердила, что за все 15 лет его жизни он ни разу не заговорил. Иисус совершал подобное чудо. Мы читаем об этом в 7 главе Марка. Он исцелил глухонемого мальчика. Мы увидим такое же чудо в наше время. Это не просто чудо, которое Иисус совершил 2000 лет назад, но то, что Царь Иисус делает в наше время. Он сказал, верующих же будут сопровождать сии знаки. Он говорил о различных исцелениях, свидетелем которых вы станете в сегодняшней программе через это служение. А второе чудо, которое я покажу вам сегодня, это самое невероятное чудо, которое я когда-либо видел. Когда вы будете смотреть первое чудо, исцеление глухонемого мальчика, вы услышите, как я говорю, что это самое невероятное чудо в моей жизни. На тот момент я еще не видел второе чудо, которое вы сегодня увидите. Это действительно потрясающее чудо. Реальное, подтвержденное чудо. Женщина, которая была слепой 15 лет, она не могла видеть то, что находится в метре от нее. Все, что она могла, это просить милостыню. Вы увидите, как эта женщина получила мгновенное исцеление. Итак, смотрим эти чудеса, и пока вы будете смотреть, Бог совершит что-то особенное для вас. Я в этом убежден. Вера внутри вас возрастет, и это поможет вам получить чудо от Бога и в вашей жизни. С самого Его рождения Он не проронил ни слова. Сегодня я впервые услышала, как Он говорит. Бог показал нам силу Свою. Люди спасаются, хромые ходят, немые говорят. Сегодня, как и 2000 лет назад, Он все еще живой. Чудеса реальные. Я увидел, как Бог совершил самое невероятное чудо, которое я видел в жизни. Это подтвержденное чудо. 15-летний парень впервые в жизни услышал звуки, и при этом он заговорил. Вы можете себе представить? Бог исцелил его вчера. Он начал слышать и говорить, это было невероятно. Этого парня зовут Дэвид. Он родился глухонемым. Но когда вы помолились, сила Божия коснулась этого юноши. Сейчас он говорит и слышит в могущественное имя Иисуса Христа. Это твой младший брат, да? Могу я спросить тебя? Он говорил до сегодняшнего дня? Пожалуйста, ответь нам. Он заговорил сегодня. А раньше? Он не говорил с рождения. Он не говорил от рождения. Прославьте Бога, люди! Один. Один. Я хотел реально все проверить, потому что мне не нужны надуманные, преувеличенные чудеса. Мне абсолютно не нужно притворства. Теперь три. Три. Сестра Дэвида подтверждает, что произошло реальное чудо. Она всю жизнь живет с Дэвидом, и она утверждает, что с момента своего рождения Дэвид не проронил ни одного слова до сегодняшнего дня. Я впервые вижу чудо своими глазами. Раньше я только слышала о них по телевизору. Теперь я вижу, это реально. Иисус действует. Возлюбленные, я считаю, что нам важно иметь здравый уровень скептицизма. Это правильно, потому что вокруг нас так много фейков. Даже люди, называющие себя христианами, порой преувеличивают. Но чудо, которое я сейчас вам показал об исцелении глухонемого мальчика, особенно тронуло меня. Потому что этот мальчик чисто наивен. Я уверен, вы тоже могли это ощутить в духе. И к тому же его сестра, которая прожила с ним все его 15 лет, сказала, что сама не верит своим глазам. Она считала, что чудес не бывает, думала, что по телевидению все подстраивают, и теперь она увидела это своими глазами. Это реальность. Иисус совершает чудеса сегодня. Возлюбленные. Одна из причин, для чего я это вам показываю, это чтобы вдохновить вас верить, что Бог совершит что-то особенное и в вашей жизни. Он — Бог чудес. Иисус сказал, верьте и увидите славу Божию. Сейчас мы посмотрим с вами самое удивительное чудо, которое я видел в своей жизни. Вы помните, что я сказал вам это о предыдущем чуде, об исцелении глухонемого мальчика? Но на тот момент я еще не видел это чудо. «Исцеление женщины, которая была слепой 15 лет». Иисус исцелил слепого в 9 главе Евангелия от Иоанна. И сейчас вы увидите такое же чудо, произошедшее в наше время. Если вы относитесь к чудесам скептично, откройте сердце, и это чудо точно избавит вас от всякого скептицизма. Вы прославите Иисуса и будете любить Его еще больше. Открой глаза так широко, как только ты можешь. Да, продолжай. О, да, да. С того дня, как Равин помолился за меня, я перестала ходить с тростью. Слава Богу! О, слава Богу! Я снова могу видеть! Я познакомился с Милой Роуз 3 года назад. Она садила у дороги и просила милостыни. Она была слепой. Меня зовут Акула Том, я охранник в отеле Вайнхаус в Лире. Мила садилась на ступеньки отеля, чтобы просить милостыню. Я работаю здесь с 2005 года, и с того времени я знаю Милу. Я знаю Милу Роуз 6 лет. Она просила милостыню, и я сам давал ей деньги. Она не видела, сколько ей дают. Мне приходилось говорить ей, что это за монета. Я знаю ее всего 2 года, но уверяю вас, что она была слепой. Она могла ходить только при помощи трости. У нее очень тяжелая болезнь. Ей всегда нужна была помощь. Мила Роуз – моя мать. Она потеряла зрение в 2002 году во время пожара на кухне. В тот день в кухне было много дыма. Когда она вышла, с ее глаз все время текли слезы. Она пошла к врачу, и он подтвердил, что она слепнет. Ее зрение ухудшалось и исчезло. Она ослепла. Мы возили ее в три разные больницы, и нигде ей не смогли помочь. Нам пришлось сдаться, так как мы не видели другого выхода, и у нас закончились все деньги. Когда я пошла в церковь, в одно воскресенье наш пастор сказал, что к нам приедет человек Божий, чтобы проводить служение чудес, и будут исцеления. Я хочу сказать вам сегодня самые простые, но самые глубокие слова. Иисус любит вас. Он вас любит. Услышав об этом Крусейде, я пошла в пост и молитву на два дня. Я просила Бога исцелить меня во время служения чудес. Соседи и друзья говорили мне, «Ты пожилой, да еще и слепой человек. Куда ты пойдешь? Кто тебя будет там водить?» Но я сказала им, «Я пойду туда верой. Я хочу получить свое чудо». Когда я пришла туда в первый вечер, в четверг, я не получила исцеления, но я не сдалась. Я пришла в пятницу, но я снова не получила исцеления. Я сказала себе, «Я не сдамся. Я буду ходить, пока не получу исцеления». И даже в субботу исцеления не произошло. Но пришло воскресенье, и я получила исцеление. Примите свое благословение. Я говорю, глухие уши откройтесь. Я говорю, слепые глаза начните видеть, и тела исцеляйтесь. Равин, это мило. Она слепа уже 15 лет. Она передвигается с помощью трости. «Дорогая сестра, я прошу тебя постараться сейчас открыть глаза как можно шире». Открывай свои глаза. О да. Продолжай. Давай еще. О да. Равин молился. Он дул шафар. Когда он подул в него, я ощутила какой-то холодок в своих глазах. И я сразу поняла, что получила исцеление. Я хочу сейчас проверить ваше зрение. Пожалуйста, сколько? Я поднял пальцев. Скажите. Три. Мама пришла ко мне в гости и рассказала мне о своем чуде, о том, что теперь она снова видит, что Бог ее там исцелил. Больше ей не нужна трость. Ей не нужна помощь людей, чтобы передвигаться. Помню, я увидел ее, и она шла уже без трости. Я так удивился. Я спросил, что произошло. И она ответила, что получила исцеление. Даже когда она была слепой, я знал, что она рождена свыше. Она молитвенный воин. У нее сильная вера. Бог чудным образом изменил ее жизнь. Кого бы она ни встречала, она всем рассказывает о том, что Бог ее исцелил. После того служения чудес, она ходит счастливая. Ее жизнь полностью изменилась. Она всегда улыбается. Я даже видел, как она шутит и смеется. Она стала совсем другим человеком. Она всегда радостно приветствует нас, проходя мимо моего обувного магазина. Она излучает с собой счастье. Я верю, что она получила исцеление от Бога. Это не могли исправить люди. Только Бог смог ей помочь. Я не знаю, как такое могло произойти, но я вижу, что теперь она видит. Такое мог совершить только Бог. Только Бог может открывать глаза слепым людям. Когда она была слепой, у нее была несчастная жизнь. Сейчас она полна радости и постоянно поет Богу песни. Спасибо Господу, что Он исцелил мою маму. Теперь она свободна и счастлива. Тогда, во время Крусейда, я сразу ощутила, что могу видеть. Я выбросила свою трость и обнаружила, что могу идти без нее. До Крусейда я не могла видеть даже толпу. Я не видела самого Равина. А когда увидела, поняла. Бог реально меня исцелил. Возлюбленная, после такого чуда я был исполнен благодарности Богу. В моей жизни я еще никогда не видел такого чуда. К тому же было так много свидетелей того, что эта женщина была слепой. Такое точно не подстроишь. Я видел собственными глазами, что сделал Бог. Она была абсолютно слепой. Она ничего перед собой не видела на расстоянии метра. Она не видела меня, хотя я стоял прямо перед ней. Столько людей сказали, что знают ее. Что она все эти годы просила милостыню на ступеньках гостиницы. Ее жизнь была очень несчастной. А теперь она счастлива, она хорошо видит, ее жизнь полна радости. Трость ей больше не нужна. Какое невероятное чудо. Даже не знаю, что сказать. Я надеюсь, что этот выпуск вдохновит вас. Знаете, что Иисус жив, и Он действует в вашей жизни. Помимо самого чуда исцеления от слепоты, произошло еще кое-что. Я хочу вам это показать. Когда я начал провозглашать с кафедры исцеления во имя Иисуса, я произнес следующие слова. «Слепые глаза, откройтесь». Вы увидите, что когда я это произнес, в небе произошла большая вспышка. Я ее даже не заметил. А потом мне сказал об этом мой продюсер. Когда Бог творит сверхъестественные чудеса, бывает, что это отображается какими-то знамениями на небе. Это может быть гром или что угодно, какие-то природные явления. Я хочу снова показать вам короткий момент, когда происходило это чудо. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что происходит в небе в тот момент, когда я сказал «Слепые глаза, откройтесь». Именно в этот момент на эту женщину сошла сверхъестественная сила Божия. Итак, призываю вас, давайте посмотрим этот момент. «Отец, я высвобождаю Твое благословение сегодня на церковь в Лире. Я провозглашаю Твое благословение на Твою прекрасную невесту в Лире, Уганда. Я говорю «Уши глухих да откроются, слепые глаза начнут видеть тела да исцеляться». Когда продюсер показал мне это на видео, я был потрясен. Это привело меня в восторг. Я ощутил прилив волны славы Божьей. Это было феноменально. Никто такое не подстроит. Этот Дух Святой свидетельствовал о том, что Он имел намерение исцелить эту женщину. Разумеется, это было не в моей власти. Я не мог повелеть молнии в небе блеснуть в тот момент, когда я произнес «Слепые глаза да откроются». Но Бог таким образом решил засвидетельствовать о том, что Он высвободил Свою силу для того, чтобы исцелить эту женщину, совершить чудотворение. Я нашел в 27 главе Евангелия от Матфея, 45 стих. «Когда Иисус умер на кресте, тьма покрылась землю приблизительно на три часа». То есть, Писание говорит нам, что Бог свидетельствует через звезды и через знамения в небе. Когда мы смотрим вокруг, мы сможем убедиться, что сверхъестественные знамения от Бога проявляются в нашей жизни, потому что Он хочет явить нам Свою славу. Возлюбленные, послушайте, Он хочет явить нам с вами Свою славу. Иисус сказал, что одно из того, что мы получаем, когда входим с Ним в живые отношения, это то, что мы становимся участниками Божьей славы. А вы понимаете, Бог являет Свою невидимую силу в нашей жизни так, чтобы мы могли ее пережить, увидеть или почувствовать на себе. В Писании Божья слава наиболее часто описано в том, что наш невидимый Бог проявляет Себя в нашей жизни таким образом, что мы можем это увидеть или прочувствовать, пережить на собственном опыте. Название этого выпуска «Нужно ли вам или кому-то из ваших знакомых?» — чудо. Возлюбленные, я просто хочу, чтобы мы верили, что Бог может дать нам больше. Возможно, вы пожилой человек и редко выходите из дому. Послушайте, Бог все равно может совершить для вас чудо, явить вам Свою славу. Вы можете пережить Его в вашем духе сверхъестественным образом, пережить Его любовь, как никогда раньше. Он может даровать вам такой мир, какой вы еще не переживали ранее. Бог живой, и Он любит вас. Иисус сказал, для тех, кто верует, все возможно. Я не знаю, в чем вы нуждаетесь сегодня, но я хочу вас вдохновить. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Все мы знаем, что порой Бог не отвечает на наши молитвы именно так, как мы хотим. Но я уверяю вас, если вы будете продолжать стучать и искать, Бог обязательно откроет дверь и явит вам Себя. Иисус сказал, если вы любите Меня и соблюдаете Мое Слово, это означает, что мы чувствительны к Духу Святому и послушны Богу, то Я откроюсь вам, и мы с Отцом обитель у вас сотворим. Вы сможете пережить нашу любовь. «Возлюбленные, услышьте Меня сегодня». Иисус, Бог, совершающий чудеса. Мы должны в это верить. И Господь Иисус захватит нас. Мы не должны жить так, что мы просто проживем как сможем, и однажды умрем и попадем на небеса. Мы должны уже здесь приходить в восторг от Иисуса. Это невозможно, если мы не будем переживать Его и Его славу сейчас. Я так взволнован, говоря об Иисусе, именно потому что могу переживать Его здесь и сейчас. И я хочу передать такую веру и вам. В 26-м псалме Давид говорит, что верит, что увидит благость Господа на земле живых. И это придавало ему силы отваги. Что помогало Давиду жаждать Бога, бежать к Нему и искать Его? То, что он мог переживать Бога в своей жизни в каждом дне, здесь и сейчас. Возлюбленные. Бог желает вмешиваться в нашу жизнь. Он хочет явить нам свою славу, свою чудодейственную силу. И я призываю вас, продолжайте просить, продолжайте искать. Иисус сказал, ищите и найдете. Я надеюсь, что те чудеса, которые вы сегодня видели, вдохновили вас верить Богу и ожидать от Него большего, верить, что вы можете Его переживать здесь и сейчас, потому что Бог есть Бог этого момента. Возможно, вы смотрите сейчас и внутри колеблитесь. Вы не уверены, что чудеса на самом деле реальны. Я хочу обратиться сейчас ко всем скептикам, кто меня слышит. Тот факт, что вы живы, — это величайшее чудо из всех. Откуда вы произошли? Как вы можете объяснить наличие своего сознания? Как вы научились мыслить концептуально? Это не объяснить большим взрывом в космосе или тем, что вы эволюционировали из примитивных простейших. И как, дорогие друзья, вы можете объяснить свою способность любить? Как вы объясните красоту? Это чудо, которое невозможно отрицать. Каждый человек с открытым сердцем сможет увидеть в этом чудеса. Дорогая, мы понимаем, что наши зрители нуждаются в чуде от Бога в их жизни. Ты видела в своей жизни немало чудес. Это и чудеса в отношениях, и исцеление. Я хочу попросить тебя помолиться о прорыве в жизни наших зрителей. Да, спасибо, Отец. Мы возносим к тебе наших зрителей. Мы возносим их над всеми их проблемами. Они видели чудеса в этой программе, и ты готовил их сердца, чтобы они могли понять, кто ты Бог, который вчера, сегодня и вовеки тот же. Ты исцелял в Ветхом Завете, и ты исцеляешь нас в Новом Завете, и ты преображаешь нашу жизнь. Мы призываем исцеление на наших телезрителей. Мы призываем исцеление сердец, сокрушенных, израненных сердец. Исцеление на сердца, которые пережили атаки болезней, сердечные приступы и так далее. Пережили любое демоническое давление на сердечно-сосудистую систему. Мы взываем к тебе, Бог, об исцелении. Сатана сокрушен под ногами Иешуа, Яхвы. Ты царствуешь во славе Своей, принося целостность и исцеление сердцам Твоего народа сегодня. Аминь. Иешуа, Царь Иисус, ты вчера, сегодня и вовеки тот же. И через Твоё искупление, через Твою кровь, Иешуа, исцеление высвобождается прямо сейчас. Я высвобождаю исцеление на каждое жаждущее сердце. На всех тех, кто желает больше Тебя в своей жизни, на всех тех, кого Ты сам желаешь прикоснуться. Мы провозглашаем, что ранами Твоими народ Твой исцелен. Отец, мы благословляем Тебя и благодарим во имя Иешуаха Машеаха. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет Своё имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Добротит Господь лицо Своё на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам Своё свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства Своего. Через это служение, через это послание получают спасение многие люди. Если вы уже долгое время смотрите нашу программу, вы знаете, что я проповедую сбалансированное Слово Божие. Бог пришел в этот мир, чтобы спасти грешников, спасти тех, кто нуждается в искуплении, чтобы привести их в отношения с Богом. Мы каждую неделю получаем истории со всего мира от тех, кто обратился к Царю Иисусу благодаря нашему служению. От мала до велика. Люди приходят к Богу через программу, узнавая еврейского Иисуса. Если вы поддерживаете наше служение, знайте, вас ждет награда за каждого, кто приходит в Царство через наше служение. Не все могут делать то, что делаю я. Не все ездят по странам и проводят евангелизации. Не все служат на телевидении. Но Иисус сказал, «Кто почитает пророка во имя его, получит и награду пророка». Я верю, что те, кто поддерживает меня финансово, с чистым сердцем, получат награду за каждую спасенную и измененную душу. Поэтому, если вы чувствуете, что Дух Святой стучит в двери вашего сердца, ответьте Ему. Покоритесь Ему. Иисус сказал, чтобы мы не ставили сокровища мира на первое место. Во-первых, мы должны вкладываться в Царство Божие. И у нас есть обещание Бога, что тому, кто ищет прежде Царство Божие, приложится и все остальное. Спасибо за поддержку. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7. На Земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телевизионная программа Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Заходите на Ютуб сегодня и посетите «Узнавая еврейского Иисуса».